добрый добрый день добрый день всем 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 сейчас 12 час дня это беларусь гомель сегодня у нас суббота вчера я вам показывала красоту через окошко а сегодня я вам показываю мокроту где-то середины ночи шел дождик все промокло насквозь лисья осыпались почти с груши красота вся уходит погода каждый день выдает новые красоты диктует новые свои правила и поэтому мы должны все это принимать на термометре все равно 10 градусов тепла ноябрь месяц четвертое число как бы не холодно как бы по осеннему тепло но очень сыро у меня вот такой вот завтрак сейчас у нас без 15 и 12 дня я первый раз сажусь кушать первый раз сегодня я запоздала у меня должен быть ли был быть в это время уже второй перекус а я еще ем первый раз овсяная каша с бананом остатки банана вот на досточки порезанные яйцо вкрутую чай и творожок ну как вы пишете все тут для запора творог для запора яйцо для запора банан для запора но что тогда есть кто-то мне писал вот острая приводит к обострению а вы купили баночку маринованных огурцов и сделали винегрет девочки да даже наверное людям которым запрещено есть вообще острое он все равно будет есть винегрет с добавлением острого потому что без этого никак и то что я ела 4 дня винегрет от этого не может быть обострения совсем сколько того огурца там больше капусты и картошки и морковки так что все это неправильно короче я буду завтракать приятного всем тоже аппетита кто сейчас кушает первый или второй раз ну что девчонки решила вам показаться сзади по отливу тарабанит дождь на улицу не выйти уже у нас час дня но решила вам немножко выпустить сегодня тоже ролик чтобы вам немножечко было веселей завтрак я вам свой показала таблеточки я выпила хлебодио выпила ксифакам все-таки там есть какие-то микроэлементы которые убирают воспаление трудно допустимых местах а наша попа это трудно проходимое место так и хочу сейчас потереть себе вот такое вот большое яблоко на терочку вот ароматная так пахнет вкусно вот девочки мальчики мальчики обижаются что я к ним не обращаюсь я ко всем обращаюсь и к девочкам и к мальчикам короче говоря у меня много новых подписчиков и они не будут знать этого человека про которого я сейчас расскажу но некоторые старые подписчики меня знают и знают того человека о котором я сейчас буду говорить я сегодня зашла в одноклассники утром сразу и смотрю мне сообщение от оли с японии от оли с японии вот я с ней переписывалась очень давно в одноклассниках после того как она удалила свой канал она не удалила она закрыла свой канал скрыла а вот мы с ней переписывались потом она на которое это время исчезло я не хотела человека беспокоить у нас разные возрастные расстояния очень большое возрастное расстояние поэтому кто я ей такая но однако вы знаете что есть такие люди которых ты не знаешь но все равно к ним как-то тянет тянет к ним душой тянет к ним с разговорами тянет к ним ну я не знаю есть какое-то притяжение и поэтому оля это такой человек о котором я вот так вот высказалась и сегодня я открыла одноклассники смотрю ее длинный комментарий я конечно прочла этот комментарий дала ответ вот рассказала про себя немножко она интересовалась про меня вот и я спросила в нее разрешение можно ли я зачту твой комментарий она говорит конечно можно вот сейчас я вам прочту и мою с переписку и я думаю вы все поймете вспомните олю вот дело в том что еще она выслала мне кусочек тиктока где она снималась последний раз я вам его вставлю но ставлю без музыки девочки потому что меня могут заблокировать просто чтобы вы вспомнили кто такая оля с японии вот что хочу еще сказать в ближайшее время она собирается вернуться на канал некоторые видео она говорит я конечно удалила некоторые я скрыла я говорю оля ну зачем ты но оставила бы так с видео пусть бы люди смотрели вот ну вот как то вот так вот у нее вышло у каждого девочки свои проблемы у каждого свои неприятности в жизни вот такое вот дело короче говоря не буду тянуть кота за хвост зачитаю вам все о чем мы с ней сегодня переписывались она мне пишет вот ее комментарий здравствуйте светлана это оля из японии как ваши дела я давно вам не писала а сегодня вы мне приснились и вот решила вам написать как ваше здоровье все ли все ли хорошо сейчас как ваше здоровье здоровье все ли хорошо у наташи и у вашей семье и а и у вашей мамы у меня все по старому работаю переболела коронавирусом и перенесла тяжелый грипп у нас и сейчас все гриппом заболевают это такое это какой-то бум а так целом все хорошо в ютубе не появляюсь нет желания снимать и выкладывать себя хотя иногда и скучаю по съемкам и по комментариям хорошее было время тогда беззаботная скучаю по тем временам последнее время все чаще вспоминаю как гуляла в эфире по красивым паркам и дышала свежим воздухом надеюсь что когда-нибудь и опять смогу записать на видео красоты японии и вам показать ну пока я вам отправляю это короткое сообщение в знак приветствие от меня из японии удачи вам и всего самого наилучшего оля вот ее сообщение не фокусируется вот чего тоже радость не факт вот ее сообщение я ей ответила аудиосообщением вот мое аудиосообщение ей потому что много писать вот потом следующая после мая моего аудиосообщения она мне пишет рада светлана что вы так быстро откликнулись на мое сообщение отвечаю а я у нее спрашивала оля может вере быть я скоро умру как я тебе приснилось она мне пишет во сне вы ко мне приехали в японию как миллионный блогер вы меня как и сейчас уговаривали вернуться к блогерству и и представляю вас было а и представляю а и представите на вас было кимоно очень был положительный и красочный сон я видео какие-то сохранила но не все и не в ютубе в россии я так и не была все время работала без выходных сейчас сыпется здоровье очень устала в двадцать четвертом году планирую немного сбавить обороты и брать выходной хотя бы раз в неделю я напомню оля живет в японии одна в нее квартира в нее автомобили поэтому все это надо задержать жизнь тяжелая вот пока снимать в ближайшее время не планирую но в будущем возможно мне необходимо еще немного времени на переосмысление и вот тогда возможно понемногу буду что-нибудь выкладывать в общем как решусь обязательно вам напишу светлана конечно можно конечно можно похвалитесь а но я спрашивала можно ли я зачитаю объявляю твое сообщение светлана конечно можно похвалитесь что я объявилась и передавайте от меня из японии всем всем и моим и вашим зрителям огромный привет скажите что я с большой радостью на сердце вспоминаю тот период моей жизни который мы вместе прожили это было замечательное время когда-нибудь я обязательно вернусь просто мне надо еще немного времени можете даже за зачитать им это мое сообщение так что девочки вот все что оля написала я вам читаю я очень рада что у вас и у наташи все хорошо рада что вспоминали меня иногда вот и я вам подкреплю кусочек стик тока вот оленого ну вот и все спасибо светлана рада что у вас страничка открылась и все будет хорошо и я вернусь вот все будет не фокусируется вот все будет хорошо и я вернусь на телефон не фокусируется на 1 магнитные поля все девочки зачитала вам вот объявилась оля конечно человеку трудно нашего русского жителя конечно во всех странах не особо приветствуют не особо им хотят дать хорошую вакансию а девочка грамотно с высшим образованием и поэтому работает на всех работах девочки какие ей подворачиваются содержать автомобиль квартиру и домашнего животного это не очень-то легко ну и наверное личные проблемы конечно у каждого есть вот и поэтому и поэтому девочки она закрыла канал тогда удалила все ролики или скрыла их видите на говорите половина роликов скрыла половина сохранила вот как-то вот так исчезла оля с экрана но я вам тик ток ставлю на мне выслала я на тик ток не подписан и поэтому я ей не могу не лайк поставить не переслать этот тик ток и никому мне сразу открывается play market мол скачайте в тик ток он у меня не скачан я не хочу скачивать потому что он много места занимает памяти на телефоне да я и не умею сама дай не нужно мне это вот и поэтому все девочки вам ставлю так что кто верит в олю там нее еще и подписаны мои зрители 1000 зрителей подписано пожалуйста я вас прошу от нее не отписывайтесь человек вернется вы же за это денежку не платите что вы подписаны подписаны и подписаны олины видео были очень интересные допустим я даже о японии мечтать не мечтала а оля влазила в каждую щелочку каждую дырочку она нам все это снимала природу по каким-то скалам ходила вот по каким-то тропкам неизведанным девочки интересно просто вот интересно да и сама девушка очень приятно она настолько приятная что к ней можно подписаться только из-за ее из-за ее вот личности лицо вот она при разговоре она улыбается у нее столько доброты и вообще ну я не знаю это не реклама девочки это не реклама я просто высказываю свое мнение о человеке вот такие вот дела насколько вам тут наболтала на 11 минут про олю так что девочки воля вернется но когда вернется не 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 известно видите тоже человеку трудно жить другой стране вот вроде бы она там зацепилась какими-то корнями но очень тяжело выживать youtube занимает очень много времени девочки очень много хоть я выкладываю ролики так шалам балам однако к тому чтобы снять ролик надо подготовиться к тому чтобы снять ролик надо потом но выложить ей ерунда я я не люблю когда люди говорят вот у меня картошечка жарится я монтирую видео я не знаю что такое монтирую я вот наснимала и выложу а что значит монтирую не знаю я конечно вы выложить это время не не занимает а вот снять и подготовка к съемкам это да это очень много отнимает времени девочки очень много занимает времени отвечать на комментарии если их очень много вот так что как то вот так ну все про олю я вам рассказала верьте в человека человек вернется пожалуйста не отписывайтесь пусть это для нее будет как дополнительная база 1000 подписчиков у него у нее вот дополнительная база в человека должна быть вот или как это называть запасная база вот запасная база запасная база как у человека должна быть допустим в денежном эквиваленте так и в друзьях и в подписчиках так что моя просьба к вам а то ли не описываетесь пусть это для нее будет дополнительной базой как девочки поехали нажимаем без музыки потому что меня могут заблокировать вот оля одела шляпку и выступает в тик токи у меня конечно тик ток не установлен но страничка открылась все девочки что хочу сказать еще вот и о других блогерах вот понимаете люди которые наверное разочаровались в каналах люди которые и по какой-то причине не могут вести канал по причине здоровья здоровья или по причине семейного положения или по причине каких-то личных интересов они садятся перед камерой и делают типа прощального видео садятся так знаете у них печальное лицо они сидят и говорят уважаемые зрители я вот закрываю канал спасибо вам вы моя поддержка были вы моя опора зачем так я бы так я не знаю девочки это очень тяжело смотреть это последнее видео и пока блогер с тобой прощается ты себя накручиваешь а как же ты без него как же а как же он а как же куда он денется и что будет и как же вот я же его смотрела как же я же его смотрела с первых дней это очень тяжело девочки я несколько раз нарывалась на таких блогеров которые делают последний свой ролик ролик называется всегда закрываю свой канал и это очень тяжело и я это не приветствую вот это во-первых дело каждого блогера прощаться со своими зрителями или нет я считаю что лучше вот как оля резко оборвать в один прекрасный день вы заходите на канал а канала нет это намного легче переносится это так в моем понятии намного это легче переносится чем слушать эту траурную речь перед экраном телефона а вот так что как-то вот так правильно делают те люди раз которые без предупреждения уходят вот так же я смотрела брата брата самвела эдика он тоже снимал снимал все снимал как ремонт в доме делал как они в алтайской кроме окраи дом купили снимал и все и вдруг он в один прекрасный момент раз исчез понимаете исчез а ну так легче но нет канала все все свалилась ядерная бомба нет канала так легче а вот это вот прощание я перед канала спасибо вам зрители ну ну я не знаю я первый канал девочки закрывала я закрывала вот утром я проснулась как сейчас помню в 7 часа утра мне в голову что-то тек все мне надо закрыть канал он мне не нужен зачем он мне для чего он мне я не хочу вести канал это у меня было сразу такое в 7 часов утра 23 января 21 года вроде бы так до 22 год я вела 23 и не помню я уже какой год короче я закрыла канал 1 у меня развивался очень быстро у меня было 200 подписчиков потом я заболела коронавирусом до 21 год потом я заболела коронавирусом и пошла я в больницу вот как сейчас помню у меня было 211 подписчиков за 7 дней пока я лежала в больнице 7 или 9 дней дней я вышла с больницы у меня было 420 подписчиков то есть 200 и скользко 200 я пошла так и 200 я я набрала в больнице то есть канал развивался 1 очень быстро но потом я пришла и мне вот в голову тюкнула все я не хочу мне не нужен канал я я раз и его убрала убирала я его сама юра тогда не соглашался мне его убрать сосед вот и поэтому я обратилась за помощью по телефону к наталье наталья мне сбросила самый легкий ролик мужчина один объяснял как закрыть канал и я девочки я уже говорила я с 8 утра до часа дня я обливалась горькими слезами я психовала я плакала я вот такие глаза на она плакала что у меня ничего не получается как удалить вот слушаю что тот парень рассказывает нажать на на это перейти на это а у меня не получается с 8 до часу и только в час дня я удалила канал но удалила вместе со всеми вот этими вот прибамбасами а само название канала осталось тогда уже я успокоилась но я без канала прожила недолго я прожила без канала ровно неделю и 27 числа я опять пригласила соседу юру юра оформляй мне второй канал и вот этот канал он меня уже оформил вот так что девочки понимаете как бы вот эти прощальные видео я не приветствую если человек не хочет вести канал он должен раз разорвать прервать удалить все закрыть канал все канала нету это мое мнение опять же это мое мнение это я так вот уже испытала на себе и и приветствую таких людей у которых сразу раз канала нет вот допустим я сейчас смотрю мансура да он тоже часто стал говорить мне надоело мне все надоело вот я в один прекрасный день зайду к мансуру а канала нету нету ни стариков не люди не сергея не володи этого не забываю все как зовут этого второго что с володей живет вот и поэтому так легче переносится я считаю так правильно почему я должна отчитываться прощаться почему я должна вот я высказала свое мнение как как рассуждаю я как я это понимаю своей бестолковкой ну вот и все понимаете кто начал вести канал попробовал эти съемки мы не будем говорить про монетизацию про вот эти вот понимаете мы не будем мы не будем брать до монетизации ох сколько эти когда москвы пешком есть такая пословица вот но если человек открыл канал и снял где-то видео там сколько пятьдесят шестьдесят а потом закрыл она тянет она тянет девочки тянет я не знаю что это за такое вот общение на экран самим с собой вот так вот разговаривать но она тянет пара порой вот и у меня вот не буду выкладывать день сижу вот думаю не буду но вот не буду выкладывать вот не буду снимать день проходит и вечером все равно ты включаешь камеру и ты находишь что тебе сказать зрителю и ты находишь что тебе снять хоть ту самую кастрюлю с супом но ты снимешь вообще девочки если бы я была вот умела все это делать я буду раз то закрыла канал и раз то открыла бы потому что вот этот канал я хотела за за закрыть мне никто не 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 берется мне не брался игорь закрыть кого я только не просила ну я же не буду не пойду с ноутбуком подземный переход это стыдно парень который там помогает кому-то сайты открывать там ремонтирует что-то что-то подсказывает закройте мне пожалуйста канал ну закройте мне пожалуйста канал я вам заплачу закройте это очень стыдно это унижение своей личности перед чужим человеком который хотя тебя все равно не знает а если бы я была такая грамотная вот разбиралась бы как люди открывают закрывают что-то действительно монтирует что-то добавляют я я буду сто раз вот этот канал закрыла бы сто раз мне столько было позывов вообще мне столько было позывов что вам не передать словами так что в какой-то степени 50 процентов я олюсь японии понимаю а в какой-то степени я ее просто не понимаю что человек ну так вел канал такие интересные ролики очень интересная правда там пару есть роликов может кому-то не понравилось как она там но все равно на ее просили снимите магазин снимите мебельный снимите пряжа какая есть в японии снимите там что-то она еще снимала секонд-хенд снимите в японии в общем она снимала на все по просьбе зрителя она снимала и поэтому 50 процентов я ее понимаю 50 я ее просто не понимаю почему она вот ним не может хотя бы хотя бы раз в месяц выкладывать видео можно девочки раз в месяц все разболталась с вами кто меня будет слушать девять минут девочки сейчас выйдет следующее видео будем с вами чертать газетку в следующем потому что сильно длинное видео меня никто не будет столько моей мудежи слушать а уже газету это уже мудеж такая что кто захочет будет смотреть а кто не захочет не будет но я думаю что мои рассуждения вы послушаете так что продолжение следует